Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». Сто лет назад была образована Компартия Китая. В Пекине 1 июля прошли торжества по этому поводу. И большинство комментаторов, конечно, указали на два важных факта и забыли о третьем важном факте в истории Коммунистической партии. Первое – это то, что это самая многочисленная политическая организация на Земле. 95 миллионов человек, меньше только комсомол, 88-90 миллионов членов китайский комсомол. Второй факт – это то, что это не только самая старая, одна из самых старых партий на Земле, но и самая старая, самая долгоправящая партия, которая правит КНР с 1949 года. Почти безраздельно. Ну и третий факт, который забыли комментаторы – это то, что треть истории Компартии, почти 30 лет из 100, Компартия существовала как подпольная боевая террористическая организация, которая вела партизанскую войну. Не только против тогдашнего официального законного правительства Национальной партии Гоминьдан Китайской Республики, но и против внешнего врага Японской империи. И не просто вела эти боевые действия, а выиграла эти боевые действия. Не так уже важно сейчас, чьими руками, каким способом. Но победа была достигнута, и большая часть территории Китайской Республики, большая часть территории империи Цин была взята под контроль Китайской Компартии, и образована на этой территории Китайская Народная Республика. И если уж чем-то и сравнивать такую партию, которая 30 лет была террористической организацией и воевала на территории собственного государства, то на ум приходит движение «Талибан», которое тоже не 30 лет, чуть-чуть поменьше, 20 лет, «Талибан» еще не дотягивает до Компартии, воевала на территории Афганистана и сейчас устанавливает контроль над территорией Афганистана. Поэтому, когда мы говорим о Коммунистической партии, о ее будущем, о ее стремлении, о ее фанатичности, о стремлении к глобальному доминированию, о возможности глобальному доминированию, о кадрах Коммунистической партии, о системе кадров, которая выковывалась вот эти 30 лет, мы никогда не должны забывать о том, что 30 лет эта партия была на грани уничтожения. И за 30 лет эта партия сформировалась как полноценная боевая организация, аналогов которой в политическом движении в мире не существует. Это третий важный факт, не стоит забывать, особенно когда мы говорим о нынешнем состоянии Компартии и ее будущем. Ну а перед тем, как рассказывать очень долгую историю об истории Компартии, о том, что она представляет собой сейчас, что сказал Син Цзиньпин на своей речи, а чего не сказал. Хочу поделиться с вами хорошими новостями. Во-первых, поблагодарить всех подписчиков. Мы досрочно достигли отметки в 50 тысяч человек на этом канале. Я вас всех благодарю. Поздравляю нас всех вместе с этой отметкой. Причем мы достигли ее досрочно. Канал существует в активном режиме меньше года. Он был запущен в апреле 2020 года. Потом был долгий перерыв. До почти августа 2020 года я дописывал книгу «Китайская власть». Так вот, практически досрочно, за 11 месяцев, мы с вами достигли 50 тысяч подписчиков. Предлагаю нам всем не останавливаться, подписываться, рассказывать друзьям в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в других соцсетях. Ставить лайки, комментировать, писать, что вы думаете по тем или иным вопросам и достигнуть цели в 100 тысяч подписчиков в 2022 году. Новостей будет очень много. Впереди нас ждет 20-й съезд Компартии. Ключевой, где будут, либо не будут, избирать Син Цзиньпина на третий срок. И мы будем наблюдать за ожесточенной борьбой Син Цзиньпина и проамериканских элементов, о которых, в принципе, тоже пойдет речь дальше в этом ролике. Поэтому подписывайтесь на канал и следите за новыми роликами. Второй очень хорошей новостью является то, что мы наконец-то выложили тестовую версию электронной книги. Она доступна. Она будет отличаться от обычной электронной книги тем, что она будет постоянно обновляться. То есть, бумажная книга будет обновляться и печататься. Электронная книга будет обновляться бесплатно для первой тысячи пользователей. И будет автоматически превращаться в такой аналог Википедии. О Китае на русском языке. Поэтому эта версия электронная доступна. Кто купил, уже оплатил, напишите в службу поддержки. У кого еще нет доступа. Кто получил доступ и не может войти, тоже обращайте в службу поддержки. И, соответственно, кто еще не купил, можете купить. Она примерно в два раза дешевле, чем бумажная книга. То есть, это очень удобно. Ну и то, что продолжается работа по аудиокниге, я уже говорил. Сейчас записываем. Я сам записываю аудиокнигу. Немного записано. До конца августа планируется книгу полностью озвучить. Для спонсоров от второго уровня и выше главы мы выкладываем в режиме онлайн. Можете подписываться, становиться спонсором. Будете в режиме онлайн видеть новое поступление аудиокниги. Ну и важная новость по поводу самой книги. Это то, что она уже заканчивается. Второй тираж. Кто не купил, вот кто хочет купить к началу учебного года, хороший подарок. Перед тем, как мы начнем печатать третий тираж, будет небольшой период времени, когда книги не будет. Поэтому, кто хочет купить к новому, к учебному году, пожалуйста, покупайте либо по ссылке в описании, либо на зоне Вайлберрис, или где вам удобно. Ну и, конечно, продолжаю говорить о коммунистической партии Китая. Ну, естественно, все невозможно сказать за 20 минут. Особенно заявленная тема. Это первый ролик. Я надеюсь, что мы будем записывать продолжение. Если вам эта тема интересна, ставьте лайки, комментируйте. Если лайков будет очень много, то продолжение появится достаточно быстро. Первое, на что нужно обратить внимание, это на ключевую речь Си Цзиньпина, посвященную столетию коммунистической партии Китая. Конечно, уже масса комментаторов высказались по этому поводу, обращают зачастую внимание на несущественные детали, а на существенные не обращают внимания. Дело в том, что, когда вы анализируете китайскую политику или китайскую культуру, в том числе китайскую литературу, очень важно обращать внимание не на то, что сказано, а на то, что не сказано. Если вы, например, захотите посчитать, а сколько раз Си Цзиньпин упомянул в речи Мао Цзэдуна, в своей эпохальной речи на 100-летие компартии, это действительно очень важная речь для каждого китайского коммуниста и пожилого, и молодого, или всего мирового социал-демократического движения, если вы посчитаете, то вы увидите, что Мао Цзэдун упомянут в этой речи всего три раза. Для сравнения, на 90-летие компартии в 2011 году тогдашний генсек упомянул Мао Цзэдуна восемь раз, а генсек Цзянзэминь на 80-летие компартии в своей речи упомянул Мао Цзэдуна 11 раз. Что происходит в Китае? Почему происходит какая-то демоизация Китая? Что случилось? И действительно ли это демоизация? Да, действительно, в Китае происходит отказ от культа Мао Цзэдуна. Это очень видно не только по речи, в которой Мао Цзэдуна упомянули всего три раза в составе известных геолюционеров, в составе идеологии, которая включена уставка ПК и перечисляя генеральных секретарей выдающихся, то есть Мао Цзэдуна упомянули по минимуму, кроме этого это очень видно по массовой пропаганде. Когда смотришь эпохальное кино, снятое на 100-летие компартии, вышедшее в китайский прокат, фильм 1921, я его еще не смотрел, но я видел материалы по этому кино, сюжет и так далее, это все уже описано, видно, что кино посвящено вовсе не только одному Мао Цзэдуну, а главная фигура в этом кино это фактически учитель и патрон, тот, кто двигал Мао Цзэдуна, это его духовный учитель, духовный отец Лида, который закончил жизнь ректора Муханьского университета и направлял и наставлял Мао Цзэдуна в дальнейшем и это очень интересно, потому что в этой картине Мао Цзэдун показан как второстепенный персонаж, да, важный, но второстепенный и это было абсолютно невозможно раньше. Другой фильм, который вышел сейчас в прокат, это фильм Гламинджер, это по-китайски революционер, почему-то по-английски его назвали пионер, в том смысле, что это первопроходец, ну, если вы зададите кому-то вопрос и в Китае, и в России, где бы то ни было, что, кто может быть главным героем фильма революционер на столетие компартии, наверное, это Мао Цзэдун, а вот они угадали, это не Мао Цзэдун, главный герой фильма, это Ли Даджао, глава пекинской ячейки компартии Китая, и здесь получается, что Мао Цзэдуна тоже не включили в главную роль, не номинировали на эту главную роль в этом большом событии, посвященном столетию компартии. Что же происходит? Почему Си Цзиньпин, которого западная пресса наперебой называет новым Мао Цзэдуном, как будто бы он себя назвал каким-то великим корничем и так далее и тому подобное, почему он себя совершенно не говорит о маоизме, не говорит о учении Мао Цзэдуна и почему Мао Цзэдун не продвигает китайская партийная пропаганда. У тех, кто читал мою новую книгу «Китайская власть», кто знает, что там подробно описано о настоящей роли Мао Цзэдуна в китайской социал-демократии, прекрасно понимает, почему Мао Цзэдун не стал главной фигурой на столетие Кумпартии Китая и прекрасно понимает, кто читал мою книгу «Китайская власть», что все сто лет существования Кумпартии в Кумпартии идет очень острая борьба между просоветскими и прозападными, проамериканскими зачастую элементами. И Мао Цзэдун не является просоветским элементом, а те военно-политическая группа, которая сейчас пришла к власти, она является антагонистом группы Мао Цзэдуна, которая де-факто чуть не уничтожила группу Шэнь-Си во время внутриполитической борьбы за власть Китая. И в принципе у тех, кто читал книгу эти вопросы не возникают, но для всех читателей, которые для всех интересующихся темы, которые знают о Мао Цзэдуне и советской пропаганды из песен Сталин и Мао, значит, Москва, Пекин, Сталин и Мао слушают вас и прочей сказках о том, что Сталин с Мао дружил и это были два союзника в мировой социал-демократии. Ну вот, я вас спешу разочаровать, Сталин и Мао никогда не дружили. Сталин обкладывал Мао Цзэдуна группой близких к нему политических деятелей, фактически создавал свою собственную группу во главе с Гауганом, который возглавлял Шэньси, Ганьсу, Нинься, район советский пограничный и фактически создавал эту группу для того, чтобы она боролась за власть Китая. Когда Китайская Народная Республика была создана, Гауган, руководитель этой группы, которого называли Маленький Сталин, был назначен заместителем главы китайского правительства, заместителя Мао Цзэдуна и главой китайского госплана. Казалось бы, смешная достаточно должность, но тогда через китайский госплан шли все деньги Советского Союза, гораздо больше, чем план маршала американцев для Европы на создание китайской промышленности. То есть Гауган реально руководил экономикой Китая, руководил советской помощью и руководил лояльными Советскому Союзу частями Красной Армии, Китайской Красной Армии. Все это очень подробно написано в книге «Китайская власть», как Сталин сотрудничал с этой группой, из кого она состояла, как группа Мао Цзэдуна чуть не уничтожила, в том числе отца Си Цзиньпина, Си Джуньсюня, как устраивают партийные чистки, все это есть. И для тех, кто понимает, что политических деятелей узнают не по словам, а по плодам, очень выглядит выпукло и контрастно картина, когда Сталина обкладывают Мао Цзэдуна обкладывают соответственно про-сталинскими элементами, открытый оппозиционер Мао Цзэдуна Мао Цзэдуна Ван Мин фактически находится в СССР, его держат как запасного вождя, постоянно до 74-го года, если мне не изменяет память, и совершенно очевидным становится, почему Мао Цзэдун вначале уничтожил про-сталинскую группу руководства Китайской Народной Республики, а потом устроил, фактически начал негласные переговоры с американской стороны, устроил провокацию антисоветскую на острове Даманском, совершил вооруженное нападение, чтобы показать американцам, что он готов к Союзу, что он не является союзником Советского Союза, и фактически начал подготовку к визиту Никсона в Китай в начале 70-х годов, де-факто встретился с американским президентом, и начал процесс выхода Китая из Советского Блока, и вхождение в мировую капиталистическую систему. Мао Цзэдун, который всех советских деятелей называл ревизионистами, по сути дела начал движение к вхождению Китая в капиталистическую систему и отход от Советского Блока. И ничего удивительного в этом нет. Мао Цзэдун является создателем идеологии новой демократии. Это большая работа, которую он написал, кажется, в 43-м году, когда идея о том, что американцы тоже могут помогать китайской коммунистической партии, в том числе и в антияпонской борьбе в Китае, возможно, возникла в Соединенных Штатах. На основе этой идеи был создан Новодемократический союз молодежи в Китае. Его возглавил земляк Мао Цзэдуна Ху Яубан. Это Новодемократический союз. Впоследствии был переименован в Комсомол, сегодня известный. Ху Яубан фактически стал после Хуа Гу Фэна наследником политической линии левого уклона Мао Цзэдуна, подготовил почву для революционных событий на Тинь Аймэй в 189-м году, чуть не поставил Китайскую Мистическую партию, Китайскую Народную Республику на грани уничтожения. В дальнейшем к власти пришел также лидер комсомола Ху Цзэнтао, при котором расцвела китайская американская торговля, взаимодействие и уже начали говорить о китайско-американском едином государстве по двум сторонам Тихого океана, двум берегам Тихого океана. Ну и тот же Ху Цзэнтао, который снес правление Дзян Заминя, соответственно, заставил его под воздействием международного давления и внутреннего давления на фоне эпидемии САРС уйти от власти. И эти же комсомольские лидеры сейчас претендуют на власть и политизируют вопросы локдаунов. Все это началось с главы коммунистического молодежного организации провинции Хунань, который возглавлял Мао Цзэдун. И все это вкладывается в одну единую концепцию и вопрос только один, когда Мао Цзэдун стал американским агентом. Когда мы начинаем отвечать на этот интересный вопрос, когда Мао Цзэдун начал активно сотрудничать с Центральным разведливым управлением Соединенных Штатов, как он докатился, великий революционер, до такой жизни, конечно возникает очень много вопросов, догадок, которые вовсе не претендуют на истину в последней инстанции, но в истории Китая существует и активную роль сыграли три таких человека, двое из которых были непосредственно связаны с Мао Цзэдуном, а третий возможно в ближайшие 10-20-30 лет мы узнаем о том, что он был связан с Мао Цзэдуном опосредственно. Три этих человека, первый человек это Эдгар Сноу, американский журналист, который в 33-м году впервые приехал к Мао Цзэдуну, сфотографировал его в кепке революционной, это известная фотография, которая потом попала на журнал Тайм, всячески продвигал Мао Цзэдуна в Соединенных Штатах, был фактически связующим звеном между демпартией, которая уже при Розвельте очень сильно порозовела, сделала крен влево и связующим звеном между Компартией Китая и соответственно демпартией, демократической партией. Кстати, бытует мнение о том, что слух о том, что Мао Цзэдун хотел преобразовать Компартию в новодемократическую партию или просто демократическую партию Китая, я думаю, это вполне обоснованное в свете всего вышесказанного мнения. Так вот, первый человек это Эдгер Сноу, второй человек это некто Джордж Хейтем, он же Махайде, это гражданин Соединенных Штатов, венеролог, личный лечащий врач Мао Цзэдуна, гражданин Китайской Народной Республики, известная личность, вплоть до конца 80-х годов он жил в Китае, но а до смерти Мао он его лечил, и не только его. Два этих человека, Эдгер Сноу и Джордж Хейтем, они были знакомы, они вместе в 33-м году отправились из Шанхая к Мао Цзэдуну, кстати, в Шанхай была и последняя самая известная жена Мао Цзэдуна Цзэнсин, она была певицей, но мне кажется, что она не только пела, но и танцевала, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот вместе эта компания прибыла в 33-м году к Мао Цзэдуну и установила с ним очень тесные контакты. Махайдеев улечил, Эдгар Сноу с ним разговаривал, его пиарил, писал аноним книгу и ни одну продвигал его в Соединенных Штатах. Ну, и еще есть третий человек, это такой широко известный узкий кругах Ален Далис, директор ЦРУ, Центральное разведывательное управление. И, казалось бы, как эти три американца связаны? Они никак не связаны между собой, за исключением того, что все они связаны со Швейцарией. И в активный период прихода власти Мао Цзэдуна Далис находился в Швейцарии, активно листал книжку Суньцзэ, очень любил искусство войны, методы войны, и, я думаю, что, скорее всего, ставил перед собой в том числе и задачу установления контакта с коммунистической партией Китая. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это просто гипотеза. Ну, а личный врач Махайде, гражданин Соединенных Штатов, и активный демократ Энгер Сноу, известный во Соединенных Штатах, это просто большие друзья Мао Цзэдуна из числа американского народа, которые его поддерживали, и дальнейшая переориентация Мао Цзэдуна на Соединенные Штаты, и закладывание, тесных связей между Коммунистической партией Китая, Ного Демократическим Комсомолом, и Демократической партией США, это просто совпадение. Кстати, что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях, верите ли вы в совпадение, когда их больше трех, и что делать трем гражданам США, в Швейцарии, в разные периоды их жизни, каждый ли американец посещает Швейцарию в своей жизни, все ли американцы стремятся посетить Швейцарию, что их туда тянет, напишите в комментариях. Ну, это совсем другая история, и можно посвятить отдельно, нужно долго это изучать, сопоставлять. Не последнюю роль, конечно, в этой истории играл Каншен, представитель Шаньдунской группы, ну, и сама Дзянсинь тоже была землячкой Каншена, это в книге об этом еще подробно написано, но, тем не менее, они между собой очень тесно общались, и установили тесные контакты с Мао Цзэдуном, который, хоть и был участником первого съезда Компартии, но играл в ней, конечно, существенную роль, но полноту власти он достиг только к концу мая 45-го года, когда американцы поняли, что Советский Союз побеждает в Европе, переориентируется сейчас своей задачей на Дальний Восток, и требуется свой собственный нужный лидер под рукой, который бы смог бы регулировать ситуацию с активным восстановлением Советским Союзом своего контроля. Таким лидером, скорее всего, стал Мао Цзэдун. Ну, и, конечно, все это естественное измышление врагов Китайской коммунистической партии, врагов Мао Цзэдуна, потому что все мы знаем, что Мао Цзэдун — это почти святой, а для китайцев он бог. Потому что, если вы были в Китае, если вы были в домах простых китайцев, общались с ним, видели, как они живут, то изображение Мао Цзэдуна используется как талисман. А портреты Мао Цзэдуна висят в китайских домах как икона. Человек, без сомнения, был талантливый и в душу китайского народа смог запасть глубоко. Поэтому все вышесказанное является просто гипотезой и измышлениями врагов Китая и врагов социал-демократии. Такого быть не могло. Не мог Мао Цзэдун работать на американцев. Тем не менее, знать эту гипотезу будет не лишним. Для тех, кто пытается общаться с нынешней правящей военно-политической группой во главе с Цзиньпином или послать им позитивный сигнал, наверное, не стоит слишком часто махать знаменем с изображением Мао Цзэдуна этой красной тряпкой перед лицом руководителя из числа этой группы. Ну, а что касается идеологии нынешней правящей группы, то она полностью отражена в речи Цзиньпина на столетие Компартии, где он так до обидного мало упомянул про Мао Цзэдуна. Фактически по лимиту. Чаще всего, чаще, чем коммунизм, не чаще, но сопоставимо со словом социализм, сопоставимо со словом Компартия, была упомянута основная идеологическая максима Цзиньпина, который он объявил в самом начале своего правления в ноябре 2012 года, первое его политическое заявление, он остался им уверен, это великое возрождение китайской нации. Чунгхуа Минзу Вейта Фуси И это термин, который он упомянул, лозунг, который он упомянул 22 раза во время своей речи. Не сложно сказать, упоминался ли какой-либо лозунг Ху Цзиньтау и Дзянзименем так часто и к месту и не к месту в политических речах какой-либо другой лозунг, но мне кажется, что настолько часто никто другой никакой политический лозунг не употреблял, как употребил великое возрождение китайской нации Синь Цзиньпин свою речь. А что это такое великое возрождение китайской нации? Что такое китайская нация? Это очень интересный вопрос. Великое возрождение китайской нации проистекает из реальной идеологии современной коммунистической партии Китая. Это социализм китайской спецификой. В моей книге устав коммунистической партии достаточно подробно проанализирован. В два раза чаще, чем термин социализм, упоминается реальная идеология Компартии Китая, социализм с китайской спецификой. Это социал-национализм, достижение целей величия китайского народа методами социал-демократии. Это реальная идеология китайской коммунистической партии. Ну и вершина социал-национализма является идеология великого возрождения китайской нации. Это его вершина. И если мы знаем, что социализм китайской спецификой, это термин, который развил Дэн Сяопин. Дэн Сяопин что речь идет о правом крене в коммунистической партии Китая, откровенном правом крене. И это очень богатая пища для рассуждений. А что касается китайской нации, конечно, этот термин, я думаю, что употребляли очень многие мыслители. Думаю, что и Кан Юэй или Даджао возможно когда-то где-то его употребляли. Но его жизнь, его, скажем так, его актуализация, эта актуализация она произошла при Дзян Зимине. И она связана с определенным абсолютно направлением развития политики Китая. Это воссоединение с Тайванем. Дело в том, что реально Китай состоит из нескольких крупных субэтносов. Кантонцы, Харков, Удзяньцы, Хунаньцы и другие и воссоединение с Тайваньцами, которым также причислено причисляют к части Китайской нации. То есть само понятие Китайская нация это составное понятие из жителей различных материка и жителей Тайвань. То есть Великое Возрождение Китайской нации подразумевает собой воссоединение с Тайвань. Каждый раз, когда Си Цзиньпин говорит о Великом Возрождении Китайской нации, он де-факто говорит о том, что Тайвань должен быть присоединен. Если есть люди, которые считают, что Си Цзиньпин или при своем правлении или в ближайшее время откажется от этой идеи, они сильно ошибаются. Это центральная идея его правления. В отличие от правления Хуньцзиньтао и даже Дзиньзминь. Ни один китайский политик так много и так настойчиво не постулировал идею о соединении с Тайвань. Вот это заключено в том числе в этом термине Великое Возрождение Китайской нации. Ну что ж, я думаю, что материала на первый раз достаточно. Ставьте лайки, подписывайтесь, в продолжении вы узнаете, кто действительно создал китайскую социал-демократию, кто играл в ней важную роль, кто потом перестал играть и какие страны на это воздействовали. Ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где гораздо больше информации по этому поводу. Рассказывайте друзьям в социальных сетях, в фейсбуке, ВКонтакте. Ну и еще раз напоминаю, что вышла электронная книга. Кто не купил, покупайте. Кто купил, не получил доступ, пишите в поддержку, вам его организуют. Спасибо. Спасибо.